МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тур-слет ветеранов Смоленской АЭС. Ремонт дорог. Команда «Атом» Смоленской АЭС, призер чемпионата Европы по гребле на лодках «Дракон». На планном совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом». В работе 26 энергоблоков, в ремонте 10 энергоблоков. Суммарная мощность 22 787 мегаватт, суммарная выработка 122 417,6 миллиона киловатт-часов, что соответствует 101,5% к заданию ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе первой и третьей энергоблоки, нагрузка суммарная 2042 мегаватта, существенных замечаний по работающим блокам нет. Второй блок продолжается текущий ремонт с ВРК, 50-е сутки ремонта. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за пять дней августа составила 196 миллионов киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 10,1 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Умелое владение первичными средствами пожаротушения и отличный уровень физической подготовки показали добровольные пожарные формирования Смоленской АЭС и подрядных организаций. 3 августа они состязались за звание лучшей дружины на площадке специальной пожарно-спасательной части номер один. За звание лучших в этом году боролись 30 добровольных дружин, из них 10 – женских. Участникам состязаний необходимо было преодолеть двухметровые препятствия, надеть пожарное обмундирование, затушить ручным огнетушителем горящую в железной емкости жидкость, пробежать со скатанным пожарным рукавом, подключить его к пожарному разветвлению и строю воды попасть в мишень. Сернования важнее, они могут пригодиться в жизни, не дай бог, конечно, потому что пожар – это страшно. И не дабы, чтобы случилось, и наши навыки кому-то пригодились. Но если что, мы всегда готовы, всегда на страже. Страстики перенешуточные, совсем как на Олимпиаде. Главные критерии прохождения пожарной эстафеты – скорость правильного выполнения всех заданий. За ходом соревнований наблюдали профессиональные пожарные, специализированные пожарно-спасательные части номер один. Они высоко оценили подготовку атомщиков. Пришел поболеть за свою команду, цех вентиляции. Вот-вот практически сейчас состоится наш забег. Жду хороших результатов от ребят. Среди женских дружин быстрее всех заданиями справилась команда «Безопасность». Второе место у атомоохраны. На третьем месте – «Атомтранс». Среди мужчин победу одержала сборная «САЭР». В доле секунды им уступила команда «Электроцеха-2». Третье место у цехохранилища отработавшего ядерного топлива «Один». Главное – тренироваться активно, очень упорно, потому что это тот спорт, в котором это очень пригодится. Да, и быть дружной командой. Да, и всегда верить, поддерживать друг друга. Мы принимаем участие третий раз. В прошлом году наша женская команда заняла третье место. В этом году, к сожалению, мы выставили только две команды. В прошлом году было две мужских, одна женская. Но мы еще выполняем производственную задачу, поэтому команд меньше, но мы пришли к тому результату, который ставили перед собой, первое место. Лучшее время тушения огня среди женщин – 2,38 секунды – показала Любовь Манеева, атомоохрана. Среди мужчин лидировал Александр Селянин, «САЭР». Со временем – 1,29 секунды. Он показал рекорд в скорости преодоления этапа за последние 9 лет. 1 августа ветераны-атомщики в очередной раз собрались на туристические слеты вместе со своими внуками. Туристический слет, организованный Советом ветеранов Смоленской АЭС, по традиции прошел на учебно-тренировочном комплексе «Скалодром». Он объединил более 170 участников, которые щедро делились друг с другом, отличным настроением, оптимизмом и бодростью. Казалось, от их улыбок и задора даже в этот пасмурный холодный день становится теплее. Спасибо вам большое, что вы 12-й раз, то есть 12 лет подряд приходите на это мероприятие, встречаетесь, общаетесь, показываете свои способности. Мы очень рады. И самое главное, что с вами приходят ваши внуки. Замечательное наше будущее. Ветераны в очередной раз доказали, что они энергичные, спортивные и творчески одаренные люди. Для молодежи – примеры движения вперед и воли к победе. Представители старшего поколения с ловкостью преодолевали параллельную переправу и веревочный лабиринт, азартно состязались в питанк и дартс, играли в городки. Внуки во всем подорожали своим дедушкам и бабушкам, перенимали у них опыт. Эту стенку когда-то строил своими руками. Почти три десятилетия участвовал здесь в соревнованиях. Но сегодня вот в таком окружении ветеранов, детей, внуков – впервые. Поэтому для меня все здесь ново, все интересно. И на все я смотрю новыми глазами. Все победители и призеры турслета получили награды от ветеранской организации. По традиции финальным аккордом праздника спорта стали посиделки у костра за ароматным чаем и, конечно же, настоящий узбекский плов, приготовленный знаменитыми поварами ветеранской организации Амиром и Тамарой Волковыми. 30 июля на одном из участков дороги на Кукуевку начались ремонтные работы. Подробности далее. Благотворительный проект «Смоленская АЭС. Мой любимый город» в Десногорске работает не первый год. В 2018-м благодаря этой программе удалось решить наиболее острые задачи муниципалитета. Проект продолжает действовать и сейчас. Одна из текущих задач – ремонт дороги на Кукуевку. Дорожная техника приступила к работе с 30 июля. У нас сегодня работает 4 единицы техники. Выполняем средства асфальта, подготовку к асфальту новому. Объем сегодня работаем с 8 до 5. Объем выполнить 6 тысяч квадратов. Ремонт дорожного покрытия выполняет подрядчик из Рославля ДЭП-44. Отношение к ремонту у местных жителей однозначное. Отношусь положительно. Но мое пожелание такое, чтобы это, если это хорошо началось, чтобы хорошо закончилось. Делать хорошо. Не знаю, как дальше будет, но пока хорошо. И я рад. Программа «Мой любимый город» действует при финансовой поддержке госкорпорации «Росатом», концерна «Росэнергоатом» и «Смоленской АЭС». При этом проект учитывает мнение горожан. По итогам анкетирования, которые провели в мае-июне 2019 года, жители Десногорска определили, что именно этот отрезок дороги требует скорейшего ремонта. С 25 по 28 июля в испанском городе Севилья прошел 18-й клубный чемпионат Европы по гребле на лодках «Дракон». За награды европейского первенства боролись спортсмены 70 клубов из 16 стран. Россию представляли два клуба «Десногорский Атом» и «Московские драконы». Клуб «Смоленской АЭС Атом» в очередной раз подтвердил свое мастерство. Мужская команда завоевала серебро на дистанции 2000 метров. Третье место на дистанциях 500 и 2000 метров занял «Десногорский МИКС» – смешанный командный состав из мужчин и женщин. Уважаемые десногорцы и гости нашего города! Приглашаем вас принять участие 11 августа в праздничной программе, посвященной Дню Строителя, которая пройдет на городской летней эстраде в 17.00. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости «Смоленская АЭС». С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе «Смоленская АЭС» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей и до свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова